Привет! Чтобы убедиться, что ваше приложение выдержит наплыв новых пользователей, перед запуском нужно провести нагрузочное тестирование. Нагрузочное тестирование включает в себя подготовку к написанию тестов, написание тестов, проведение тестирования и анализ результатов. Чтобы написать тесты, нужно определить самые часто используемые пользовательские сценарии. Например, в приложении по заказу блюда дня, которое вы видели в предыдущих модулях, мы можем выбрать сценарии «Заказ блюда дня», «Просмотр карты с ресторанами» и «Просмотр рейтинга». Теперь нам нужно определить, какие сценарии пользователи выполняют чаще, а какие реже. Предположим, что пользователь смотрит рейтинг редко, блюдо заказывает в три раза чаще и время от времени смотрит карту с ресторанами, но не заказывает еду. Тогда расставим частотность, как на слайде. Заказ блюда – 3, просмотр карты – 5, просмотр рейтинга – 1. Дальше для сценариев нужно определить API-методы, которые в них используются. Например, вот сценарий заказа блюда дня. Получение всех блюд. Получение отдельного блюда по ID. Создание нового заказа. Обновление заказа. Получение заказа. Для каждого действия выписываем API-методы. То же самое повторяем для остальных сценариев. После этого нам нужно определить, какие данные используются в тестах. Чтобы нагрузка была более реалистичной, нам нужно будет составить запросы с данными, похожими на пользовательские. Например, в методе создания нового заказа DishID – это число из списка блюд, внесенных в приложение. Если мы знаем, что блюда вмесены в приложение с номерами от 1 до 300 подряд, то мы можем сюда подставить рандомное значение из диапазона. А если известно, что номера идут не подряд, то нам нужно будет заранее выписать массив этих значений в тестах. OrderID – это тоже число, но его мы узнаем только после того, как создадим заказ, то есть это значение нужно будет извлечь из ответа в предыдущем запросе. А один из параметров – это адрес. Адрес включает в себя несколько значений определенного формата. Позже я покажу, как их сгенерировать. Далее нам нужно определить ожидаемую нагрузку, то есть количество одновременно работающих пользователей в пике или количество запросов в секунду. Теперь переходим к написанию тестов. Тесты будем писать на питоне с помощью инструмента Locust. Простые данные будем генерировать с помощью рандома, а сложные данные – с помощью библиотеки Mimesis. Вот так может выглядеть код тестов. Давайте разберем его детально. Сверху строка с импортом библиотеки Locust. Дальше мы объявляем класс HTTP User для наших тестов. WaitTime – это метод, который возвращает время в секундах между выполнением сценариев. Task 3 обозначает начало сценария. Здесь 3 – это частотность выполнения, про которую мы говорили ранее. После task идет название метода. Оно может быть любым. Метод включает в себя один сценарий. То есть, если у вас есть три сценария, то все три будут в одном файле, в этом же классе HTTP User, но в разных методах. И перед каждым методом будет указан task и его частотность в цифрах. Вот так мы описываем обычные get-методы – self, client, get и к нему указать путь. Домен мы здесь не указываем, мы укажем его в конфиге или при запуске тестов. Вот так мы описываем post-метод. Если нужно, то можем указать headers, выглядеть это будет так же, как и data. Теперь разберем генерацию тестовых данных. Не стоит отправлять одни и те же данные во всех запросах, ведь пользователи так не делают. Простые данные мы можем сгенерить с помощью рандома. Так мы можем сгенерировать число из указанного диапазона или выбрать одно значение из допустимого массива. Например, так мы можем сгенерировать номер дома. А если нам нужен рандомный текст, например, для комментария к заказу, то тут поможет библиотека Lorem. Для сложных данных мы используем генератор фиктивных данных Mimisis. Он умеет генерировать адреса, телефоны, имена и прочие персональные данные. Вот так мы его импортируем. Далее мы сгенерируем с его помощью город и название улицы. А вот так можно сгенерировать имя и e-mail. Это просто для примера. Метод для обновления заказа принимает на вход номер заказа. Его мы извлечем из ответа от предыдущего запроса. В ответ придет JSON, и мы сможем извлечь из этого JSON любой параметр. Так мы описываем все сценарии, и когда они готовы, мы можем запустить тесты. Можно создать файл конфига, а можно указать параметр запуска прямо в команде запуска. На слайде как раз видны команды. Если нагрузка нужна большая, то нужно запускать ее на несколько воркеров, чтобы задействовать для нагрузки больше ядер CPU на вашей машине. Подробнее про это вы можете прочитать в документации Локуста. После того, как вы ввели команду запуска, поднимается веб-интерфейс на Localhost порт 8089, и вы можете его открыть, проверить параметр запуска и запустить подачу нагрузки. Вначале разумно запускать нагрузку на 1-2 пользователя, чтобы отладить тесты. Так выглядит интерфейс Локуста во время подачи нагрузки. Вы можете увидеть запросы, время отклика и РПС. Возникающие ошибки выглядят примерно так. А на вкладке Charts рисуются графики с РПС, процентом ошибок и временем отклика. Во время отладки вы можете обратить внимание, что запросы, где какой-то параметр указан прямо в реле, начинают множиться длинным списком, и их неудобно анализировать. Таким запросом мы зададим альтернативное имя, и тогда в интерфейсе Локуста они будут в одну строку. На время проведения нагрузочного тестирования обычно нужно выбрать проверку авторизации, снять рейт-лимиты, снять лимиты в проверяемых механиках, например, лимит на выдачу лутбоксов, на количество действий в сутки и так далее. Договориться с админом о мониторинге состояния сервера во время нагрузки. Если вы используете облако, есть риск получить бан, поэтому подача нагрузки обязательно должна быть согласована с админами. Разумно начать исследование с небольшой нагрузки, чтобы убедиться, что сервис справляется. Например, 50 пользователей, потом 100, 200 и так далее. Так постепенно наращивать нагрузку до целевой. В процессе замеров нужно наблюдать за временем отклика, РПС и возникающими ошибками. Итак, в этом уроке мы рассмотрели, как провести нагрузочное тестирование и убедиться, что ваше приложение выдержит наплыв новых пользователей.